Декабрь 2022 года ознаменован как 100-летие с момента основания СССР. Поэтому в преддверии празднования этого события в особняке Горбунова была организована тематическая выставка «Быт человека в СССР», главными экспонатами которой являются предметы обихода советского человека. Экспозиция разделена на несколько площадок. Из глубины веков, уголок школьника, за русским самоваром, культурная жизнь человека, семейный альбом, в командировку, экспозиция техники, кухонная утварь, бабушкин судучок и многие другие. Сегодня у нас пришли люди, скажем так, уже достойного почетного возраста, для того, чтобы своими глазами увидеть действительно ту эпоху, те экспонаты. И очень многие площадки были посвящены различным этапам развития советского периода. Ну, действительно, хочется сегодня поблагодарить людей, которые приносили вот эти экспонаты. Они самые-самые различные. От маленьких каких-то ложечек до электробритвы. Есть здесь какие-то уникальные вещи. Ну, лично нам понравилась, конечно, пластиковая вот эта елочка, которая в преддверии Нового года. И игрушки, которые, да, действительно, вводят хороводы. И ими играли когда-то чьи-то советские дети. Вот, хочется поблагодарить людей, которые эти экспонаты принесли. Самый наш такой ярый поклонник, да, который желает создать комнату советского периода, это Любовь Алексеевна Критская. Также большой вклад в создание выставки внесли и жители города, которые отрывали от сердца то, что их связывало с СССР. Здесь можно было увидеть различные атрибуты советского периода. Посуду, сундуки, ухваты, венские стулья, круглые столы и этажерки, утюги от угольного до проводного, лампы и печатные машинки. Приглашенные гости с удивлением рассматривали многообразие представленных на выставке предметов. Во-первых, конечно, выставка вся вот именно нашего времени. Мы жили при советской власти, в советской стране. Дети были очень прекрасные все. Память у меня, конечно, ставится. Вот Елена моя ученица. Я сюда принесла и Деда Мороза, бусы на елку, снежинки. Можно было бы, конечно, еще поискать, если бы раньше я узнала. Конечно, я очень благодарна Елене Сергеевне. К сожалению, сейчас уходит на задний план все самое хорошее, что было. Но все вещи, вот эти очень простые вещи, которыми пользовались советские люди, радовались каждой мелочи, которая была в жизни, это очень объединяло и создавало какую-то атмосферу дружбы, душевности, общности. Вот, окунулась с удовольствием в эту атмосферу, вспомнила свое пионерское детство и очень много всего интересного. Огромная благодарность девочкам, что они все это собирают, что пригласили, что вообще занимаются этим делом. Приглашают наших фурманских людей, потому что действительно на нашей земле очень много талантливых людей. И нужно об этом говорить, показывать, рассказывать. Кроме экспозиций, был оформлен тематический стенд с различными материалами, фотографиями прошлых лет наших земляков, документов, школьных аттестатов, брошюр, этикеток со знаком качества СССР. Одним словом, живые свидетельства жизнедеятельности советского человека. Посетили выставку как представители молодого поколения, так и люди достойного возраста, почетные граждане. Каждый нашел для себя что-то свое, знакомое с детства. Для одних это был значок пионера, для других чернильницы не проливайка, кто-то вспомнил, как ходил магазин с авоськой, а кто-то черные блестящие галоши. Ушла замечательная эпоха, вместе с ней ушло что-то важное, близкое сердцу, родное. Но осталась память и предметы быта, которые будут радовать нас своим внешним видом. И самыми добрыми и чистыми воспоминаниями о детстве, юности, зрелости, лучших годах нашей жизни. Виктория Семенова, Виталий Узгринько, с телеканал Фурманов ТВ.